Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа Подкупола. Всё о цирке. Даник, а что это у тебя? Ну-ну, Женя Олеговна, я попрошу. За время, проведённое в цирке, я понял, что многому уже научился. И что? А то, что я прирождённый артист, и я просто обязан делиться своим талантом с людьми. Так-так, интересно, и каким это образом? Ну, я решил подрабатывать клоуном. Пока на детских утренниках, ну... Браво, Даник, браво! Спешу тебя расстроить, клоунады – это самый сложный жанр в цирке. С чего вы взяли? Ты недооцениваешь, Даник, работу в архиве. Дело в том, что клоун должен владеть всеми цирковыми жанрами, и при этом должен уметь развеселить публику. Ну, так я владею всеми жанрами. А как насчёт джонглирования большими мечами? Да, а какими ещё мечами? Ну вот, тогда я советую тебе сегодня встретиться с артисткой алматинского цирка Аим Мусабай. А я схожу в архив и разузнаю всё об истории клоунады. Женя Олеговна, а может быть, на детских утренниках можно как-то без мечея? Да не я, ты хочешь начинать свой творческий путь с халтуры? Всё, ладно, хорошо, пойду в цирку. Лёгкость, пластика и грация. Сочетание жонглирования и художественной гимнастики. Увлекательный и динамичный номер, игра с мечами и скакалками в алматинском цирке демонстрирует Аим Мусабай. Посвятив 10 лет художественной гимнастике, Аим Мусабай решила что-то поменять в своей жизни. Она переехала из Степногорского Алматы и поступила в эстрадно-цирковой колледж. Теперь Аим работает в цирке. Аим, привет! Привет, Даник! Аим Мусабай – жонглёр, мастер спорта по художественной гимнастике. Родилась 29 января 1995 года. Окончила Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Елибекова. Расскажи, пожалуйста, как так получилось? Всё-таки 10 лет в художественной гимнастике, да, спортивная карьера. И тут вдруг цирк. Ну, вообще, я с детства очень по телевизору любила смотреть цирк. Цирк со звёздами, российская программа такая шла по российскому каналу. И после этого у меня открылось желание. Я хотела в цирк попасть. Но тогда возможности не было. Ну, как бы я училась, занималась гимнастикой. И не думала о том, чем я буду дальше заниматься. И после того, как я закончила гимнастику, я задумалась, чем же мне дальше заниматься. Продолжить ту профессию, с которой я жила и живу по сей день всю жизнь. Либо выбрать что-то новое, интересное. И мне предложили жангляж с мячами. Ну, как бы игры с мячами, со скакалкой. И Довлет Доспатыра сам. До этого делала со своей сестрёнкой этот номер. Они мне показали, он дал мне основу. И я начала репетировать. У меня начался процесс очень быстрый, пошёл. И я начинала с маленьких мячей. После этого мне дали попробовать большие. И как успех через неделю уже был виден. Это же так. Да. Я уже с тремя свободно жонглировала. И Довлет Доспатыров сказал, наверное, это всё-таки твоё. Давай попробуем. О самом ярком жанре в цирке, о клоунаде, мы поговорим сегодня с Муратом Джумагалиевым, режиссёром Казахского государственного цирка. Мурат Довлетович, добрый день. День добрый. Мурат Довлетович, я знаю, что вместе с супругой, с Елизаветой, вы работаете в дуэте, в клоунском дуэте Мурик и Лизаня. Так что об этом жанре вы знаете всё. Расскажите нам о нём поподробнее. Когда он появился, когда зародился? Если говорить об истоках зарождения клоунады, то, наверное, нужно вспомнить первого человека у костра, который, изображая, как какой-либо охотник гнался за мамонтом, рассмешил своих соплеменников. Вообще смех – это потребность человека. Поэтому те люди, которые могут рассмешить, они пользуются уважением и любовью. В древнегреческих комедиях были мимы. Их задача была, не говоря ни единого слова, заполнить некие паузы, смены декораций, рассмешить. Они попадали в неловкие положения и этим вызывали смех. Постепенно во всех празднествах, будь то на Руси, будь то в Китае, будь то в Европе, везде на всех празднествах обязательно были люди, которые вызывали смех. Несмотря на то, что Аим завершила спортивную карьеру, она продолжает заниматься любимым видом спорта. Но теперь уже в качестве тренера. В свободное от цирка время Аим преподает художественную гимнастику малышам. Даник, не расслабляйся. Ты у нас и так отстающий. Отстающий. Мне кажется, я сейчас всех детей тут распугаю. Хрустно. Вот, вперед тянемся, тянемся. Держим рыбку. Раз. Микаэла, держим. Микаэла, держи рыбку. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И легли спокойно. Восемь. Коробочку делай. Извините на себя, посмотри. Давайте все. Две ноги наверх поднимайте, ручки держите, помогайте под попку. Ручки. Микаэла, ноги подними. Вот, да. Да. Держим рыбку. Вперед. Даник, носочки натяни. Вот, коленочки. Еще, да. Носиком дыши. Да. И обратно прикатились два. Все, все, хватит. Клоун переводится с английского как деревенщина, мужик. Наверное, это связано с тем, что некая такая знать всегда относилась с какой-то иронией к человеку, которого называли мужиком и деревенщиной. Вообще, клоунада складывается из двух видов. Если говорить о масках, существует маска белого и существует маска рыжего клоуна. Белый клоун – это некий всезнайка, некий человек, который поучает своего партнера. И рыжий, наивный, неловкий, и вечно попадающий в какие-то нелепые ситуации. И вот на конфликте вот этих двух персонажей строится Андре. Мурат Давидович, а правда ли, что клоунада – это самый сложный жанр в цирке? Да. Скажу определенно, да. Клоунада сложна вот чем. Она многообразна. При всем, мы просто говорим, вот клоун, да. Клоунада… В клоунаде очень много специальностей. Есть клоуны-мины, есть клоуны-дрессировщики, есть клоуны-акробаты, есть коверные клоуны, есть музыкальные клоуны. Клоун должен владеть многими жанрами. И лучшие клоуны, они владеют этими жанрами. И если клоун сильный, то он буквально вытащит любую программу. И наоборот, к сожалению, когда сильная программа, сильные номера с хорошими артистами и слабый клоун… Потому что клоун – это некий цемент, это некий стержень, это как шампур, на который нанизываются номера, он есть центр. Поэтому в чем еще сложность клоунады? Помимо того, что можно владеть жанрами, можно уметь хорошо жонглировать, быть акробатом, но не быть актером. Клоун – это в первую очередь, помимо владения жанров, в первую очередь это драматический актер. В расписании АИМ нет ни одной свободной минуты. Она успевает тренироваться, выступать в цирке, преподавать детям гимнастику и учиться в университете. Мне кажется, если у человека есть желание, если он хочет, он может везде успеть и всего добиться. Я думаю, что учеба – это в первую очередь, конечно. Сейчас я учусь имени Абая в педагогическом университете на хореографа. И я, конечно, не бросила то, что… Вот я чем хочу, тем и занимаюсь, получается. Потому что я еще не только люблю цирк, гимнастику, но я люблю очень танцы. Это все связано. И я решила поступить на хореографа. Ну, Рад Даблетович, а известно, кто стал первым клоуном? Ну, наверное, можно считать так. Первый клоун появился в первом профессиональном цирке. Первый профессиональный цирк – это цирк Филиппо Астрея. Так как это был конный цирк, то Билли Саундерс был такой клоун. Его можно назвать первым клоуном. Он был великолепный наездник. Он выступал с комическим номером с дрессированными собаками. Каковы культурные особенности клоунады в разных странах? Она отличается? Ну, смех – это понятие интернациональное. Тем не менее, если говорить о национальных особенностях, то, наверное, нужно сказать, что есть ли в какой-то стране есть какой-то специфический… Ну, допустим, название местечка какого-то. Мы знаем, допустим, барахолка. Аптовка, барахолка – это мы, значит, понятно. Да я вот с Аптовки иду. Это такое слово, наше слово. Кто-то, допустим, в той же Швейцарии очень любит смеяться над итальянцами. Говорит, а, он из Италии. Ха-ха-ха. Ну, так же, чук-чук, да? Ха-ха-ха. Вот какие-то вот такие вот вещи. Потом, допустим, если взять и социальная клоунада, да? То, что понятно было в Советском Союзе и над чем смеялись советские зрители, абсолютно было непонятно в Германии, в Японии или в другой стране. Если Никулин с Шудяным мыли водкой руки, потому что им запрещали пить водку на работе, и они как бы прятали, то для западного зрителя вообще эта ситуация непонятна. Как это на работе можно вообще подумать о том, что можно пить эту гадость? В своем номере Аим подбрасывает мячи и прыгает на скакалке. Все это выглядит так легко и непринужденно. Я думаю, у меня тоже получится. Посмотрим. Аим? Да. Расскажи, как у тебя все так легко получается? Ну, это, конечно, не все сразу получается. Это, я до этого, как говорила, это труд и терпение. И, конечно же, работать, работать, бить, бить, кидать и кидать. До тех пор, пока не получится. Ну, терпение и труд мне не идут. А как я могу это, я что-нибудь могу попробовать из этого? Да, давай попробуем, попробую на голове. Обалдеть. Так, давайте теперь я. Вот это вот умение мне бы. Детские годы я бы во дворе самым крутым пацаном был. А в чем моя проблема? Почему у меня не получается? Так, ладно, это пропустили. Что я реально смогу сделать? Давай попробуем на скакалке. Ну, вот, вот так. Ну-ка. Просто покучи. А у меня двойная получилась. Да. Ребят, впервые в жизни в этом цирке у меня получилось. Это считается самым легким движением. А когда он один большой, это трудно? Нет, это тоже легко. Но я вам показала то, что у меня дети делают. А что еще можно сказать? Вообще, можете попрыгать на меня. Скакалка должна всегда по полу стукать. По полу стукать? Да. Так. Слушайте, мне в гимнастику можно, да? Давайте поговорим о ярких представителях этого жанра. Если период мы возьмем начало 20 века. Начнем отсюда. Я бы назвал самым ярким представителем. Это швейцарского клоуна Грок. Это клоун, который владел виртуозно музыкальными инструментами. Он был великолепным акробатом, каскадером. Артист, актер, как драматический актер, просто высший класс. Это актер, который мог работать один на сцене 70 минут. Если рассматривать советский период, то, конечно, это карандаш. Великий карандаш, который закончил техникум церково-искусства, начинал с подражания и работы в образе Чарли Чаплина. Потом он ушел от этого образа и создал целую школу. Маленький, непосредственный, наивный и очень-очень-очень органичный. Это, конечно же, Олег Константинович Попов. Который тоже, ну, он уже позже, он закончил училище средоцеркового искусства, выпускался как эквилибрист на свободной проволоке. Его обаяние, такие лукавые глаза, некий такой Иванушка-дурачок с хитрецой и тоже владеющий очень многими жанрами. И это, конечно же, Юрий Владимирович Никулин со своим партнером Михаилом Ушадином. Ну, Юрий Владимирович Никулин – это имя, которое известно очень широко, благодаря его киноролю, где он показал, вот именно, вот здесь он и показал себя, как драматический актер. Примеры клоунов, которые исполняют драматические роли в кино или в театре, есть много. Наоборот, я не знаю. Расскажите, пожалуйста, о казахстанских представителях этого жанра. Ну, если говорить о первых казахских клоунах, то в 1970 году это были Алтай Альжанов и Тунебек Танин. Они работали в трио в квартете с очень опытным русским, советским клоуном Гусевым. Потом при создании «Земля чудес» было создано трио. Кудай Бергенко, Семжанов, Владимир Карп и ваш покорный слуга. Это трио завоевало на фестивале юмора в Праге приз зрительских симпатий. Ну, и сейчас вот мы в дуэте с моей супругой Лизаней, клоунасой Лизаней, продолжаем работать для казахстанского и не только зрителя. Давайте попробуем бросок в урок и ловлю. Я вам покажу. Так опасный номер. Как потерянный мальчик. Нормальный мальчик. Ну, всё, в принципе, я понял, что это очень сложно. Но спасибо вот за такой экскурс в ваш номер. Я понял, что у меня ничего не получится, даже если я буду заниматься этим всю жизнь. Как вы сказали, у меня такое жёсткое торможение. Женя Олеговна, вы были правы, мне пока рано менять профессию. А что случилось? Ну, после тренировки с Саимом у меня просто руки отваливаются. Я не понимаю, как она этими мечами так легко управляется? Даник, я рада, что после встречи с Саим ты решил отложить свою сольную карьеру в цирке. Так будет лучше для всех. Кстати, а я сегодня узнала, что самые профессиональные клоуны могут исполнять и трагические роли. Это высокое искусство. Да, я думал, они только смешить умеют. Дорогие зрители, у нас на сегодня всё. А я напоминаю, что все выпуски программы вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала Болемженя Мадиньет, тройную WBMTV.KZ. Всего доброго и до встречи. Спасибо, цирку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова